Десять лет назад было самое популярное поступать в юридические и экономические вузы, потому что там банковская отрасль Украины очень сильно росла, были там миллиардные инвестиции в банковскую отрасль, наши украинские банки покупали международные банки, это было очень привлекательно. Но у нас случился кризис 2008 года, когда пришел спад экономический, и, в принципе, началось перепроизводство юристов-экономистов, то есть экономика не могла уже, можно говоря, поглотить то количество выпускников, которое выпускалось на рынок. Вот, из-за этого, и тут вот с точки зрения экономики, поэтому зарплаты перестали расти, потому что если есть перепроизводство, то цены не будут расти. И я себя ловлю на мысли, ну, то есть есть такой общий тренд, что вот сейчас все хотят быть там программистами, ну, все с этим связано. И я вот себе думаю, будет ли, возможно ли с этим дефицит, ну, то есть не дефицит, а перепроизводство кадров через какое-то время, ну, то есть мы говорим, там, 5-10 лет. Это можно рассмотреть как масштаб от страны, так и масштаб от мира. И я вот все равно ловлю себя на мысли, что, скорее всего, перепроизводства не будет, потому что те темпы роста, которые показывает IT-отрасль, и, ну, то есть в Украине там сейчас в среднем, даже вот в прошлом году больше, чем на 10 или, там, 15, кажется, процентов выросло количество кадров, и при том, что есть дефицит постоянно. И эта тенденция только растет из года в год. Это общемировая тенденция, и все там аудитовские компании проводят, они все показывают, что, ну, то есть там в Европе будет сотни тысяч, там, через пару лет, сотни тысяч незакрытых вакансий, IT-вакансий. В Америке, естественно, та же самая ситуация. И, на мой взгляд, все-таки перепроизводства не будет кадрово. Почему? Потому что IT-отрасль динамично развивается, и она, она больше съедает кадров, чем им их готовит образовательная сфера. Вот, и тут понимаешь, что будет образовательная сфера, вот как ребята, директора этих компаний сказали, что, ну, то есть будет образовательная сфера больше выпускать классных, крутых ребят, мы больше, как бы, будем их забирать, потому что всегда есть к чему стремиться. Это та отрасль, которая, ну, в принципе, нет ведела роста, ты развиваешь свой сервис, какой-то продукт и так далее. Чем лучше у тебя специалисты, чем лучше у тебя менеджмент, тем ты можешь с Одессы, да, в том числе с Южного, захватить весь мир. Ну, хорошее качество зрения, ну, то есть у тебя будет аудитория там, не рвать. И вот в этом из-за этого нет ограничений, отрасль будет динамично расти, потенциал приема кадров сумасшедший, самое главное, как обеспечивать и перед производством, скорее всего, как экономистов-юристов, ну, на мой взгляд, не будет. Я думаю, потому что это очень интересно. Почему я об этом говорю? Потому что многие родители над этим задумываются. Потому что, особенно у кого есть двое детей, и они попали в ту волну, когда там юристы-экономисты, а сейчас вот второй, например, регионок, когда волна там или моряк, или айтишник, вот. И у нас вот перепроизводство моряков, скорее всего, оно уже есть, вот. А вот айтишника, вот, сейчас точно он предскажет, что перепроизводства как бы нет, и его, скорее всего, не будет. Если отрасль будет показывать, она будет, скорее всего, показывать хорошие темпы роста, как и в масштабах страны, таким всего.